Будьте имя Господне, благослови нас, ты ни до века! Пусть не в силиси во славе Христе Боже наш, ПЕСНЯ 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 Он, как бы, вместо первозданного Адама, вместо наших прародителей, совершает все то, что должен был исполнить обоженный человек на земле. Ибо какую честь воздал Господь человеку, облег его в свой образ и подобие, дал ему сияние славы, поставил его превыше ангелов небесных, и ангелов учредил, чтобы служили они, его наследнику, на земле. Вот так Господь, как из притчи Отец, поставляет нас, человечество, на землю, чтобы мы возделывали сад, исполняли волю Отца Небесного, соединялись в любви между собою, И мир, этот материальный мир, просвещали невещественным огнем Пресвятаго Духа. Вот для чего был уготован человек. Но со временем и земля должна была перестать быть колыбелью для человека. Как говорит нам святой Григорий Ницкий, святитель Григорий Палама, Человек имел свое назначение оторваться от земли, быть вознесенным на небо, соединить небо и землю. Со временем обоженное тело человека должно было преодолеть законы земного естества и божественным промыслом, божественной любовью просветить и соединить с небом весь земной мир, одухотворить весь земной мир. И вот человек не справляется с этой миссией, и Господь сам тогда исполняет все это. Ведь удивительным образом слово вознесение, оно родственное слово возношение, как совершенная жертва, когда все совершается на земле, она возносится на небо, к Богу и Отцу. И мы знаем, что Христос, наше человеческое, обоженное, уже преображенное тело, которое уже после явилось воскресения Христова, Он это тело возносит на небо и посаждает Одесную Отца Небесного. Вот такую честь совершает Господь. Возносит нас наше человеческое естество, совершает то, что должны были мы совершить. Потому и Он считается первенцем из мертвых и новым Адамом, вернувшим человеку его утраченное достоинство и снова открывшим путь на небеса. Отныне небеса отверстия для людей. И Господь так и говорит нам, не оставлю вас сиротами, не оставлю вас одних, приду к вам. И мы знаем, что Господь сегодня пребывает здесь, на земле, с нами, в таинствах Святой Церкви, Духом Своим Святым. Он присутствует здесь, на нашей литургии и на каждой литургии, и в каждом человеке, который причастен Ему, который причащается Божьей благодатью. Бог соединяет с Собою падшее человечество, воскрешает Его, преображает Его и возносит на небеса. Вот чудное промышление Бога о нас. И мы знаем, что ученики Христовы, хоть это было расставание, они в большом количестве пошли на гору Илеонскую. Святой Евангелист Лука дает нам цифру 500 человек. 500 человек пошло со Христом на Илеонскую гору и видело, как Он благословил их и вознесся на небо. Они были свидетелями этого удивительного чуда. Но посмотрите, как по-разному люди воспринимали Его. Кто был готов сердцем, тот, многие написано, уверовали, видя возносящегося Христа. А некоторые усомнились. Это значит, что в ком-то на первом месте было собственное Я. А когда у человека собственное Я на месте Божьем, на первом месте, на престоле сердца Его, он даже чудо не может воспринять. Он все пытается приземлить, все пытается объяснить земными причинами, потому что сам не может голову свою оторвать от земли. А человек, сокрушенный сердцем, освободивший свой престол, престол своего сердца для Отца Небесного, он смотрит в небо, он видит возносящегося Христа и поклоняется Ему. И мы знаем, что ученики Христовы пришли в радости в Иерусалим, потому что ангелами Божьими было им возвещено, что они должны не отлучаться из Иерусалима и ждать сошествия Третьего лица Пресвятой Троицы, Духа Святаго, который должен был наставить их на все то, что необходимо было для молодой Церкви Христовой, укрепить их, дать им особые апостольские дары, чтобы проповедовать Христа, распятого, воскресшего и вознесшегося на небо. Аминь. Всех вас, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю с великим праздником Вознесения Христова. Христос вознесся на небо и нас возносит с собою. Будем же достойными Его сыновьями, за которых пролита Его драгоценная кровь и дочерями. И будем достойно нести Его свет в наши дома, к нашим людям, которые нас знают и любят, чтобы в нас просвещался и проявлялся невечерний свет Христова воскресения. Аминь. Продолжение следует...